Кассовая фиаско в прокате Звездного Десанта – один из самых обидных провалов в истории кино. Фантастический боевик Пола Верховена многие смогли оценить по достоинству уже после выхода его на носителя. Сейчас студия Sony готовит ремейк фильма 1997 года. Sony знает толк в перезапусках. Именно они выдали не так давно охотниц за привидениями и людей в черном с Крисом Хемсвортом. То есть о финальном качестве картины можно не переживать. Эти граждане знают, что делают и явно не подведут. Если в работу уйдет именно тот сценарий, описание которого можно найти в сети, нас ждет воистину невероятное зрелище, которое может оказаться еще лучше охотниц. Для этого у нее есть все. Отряды бойцов, к примеру, формируются с максимальной толерантностью. По сценарию это даже объясняется. Мол так человечество хочет показать жукам, что планета людей единым фронтом дает им отпор. Я уж молчу про мощный твист, по которому в армию в новом фильме отбирают людей, которые не хотят там служить. И обучение состава происходит во время полета к месту битвы. Но то есть в фильме Верховена все шли в армию, чтобы получить плюшки гражданства. И проходили долгое обучение. А в новом фильме никакого смысла идти в армию нет. А потому туда берут всех подряд и без подготовки сразу отправляют на войну. В надежде, что они как-нибудь справятся. В общем, лента должна быть потрясающей. Скорее всего, она будет гораздо лучше картины Верховена. Но пока что ее нет, а потому нам придется довольствоваться историей о фильме 1997 года. Первоначально картина Верховена должна была быть не таким фильмом, каким стало в итоге. Сценарист Робокопа Эдвард Ноймайер садился писать оригинальный сценарий, который назывался «Охота на жуков на форпосте 9». В 90-е различные фантастические сюжеты были очень популярны в Голливуде. И новым дорогостоящим фильмом, который разрабатывала студия Tristar, интересовались многие именитые режиссеры. Интерес к проекту проявлял даже Джеймс Кэмерон, известный в те времена по работе над «Терминаторами» и «Чужими». Когда Ноймайер закончил первую часть сценария и представил ее для ознакомления студийным боссом, кто-то из них вспомнил один из романов писателя Роберта Хайнлайна, на который скрип Ноймайера был отдаленно похож. После сравнения работы Ноймайера с романом Хайнлайна, студия приняла решение купить права на экранизацию. Ибо из романа можно было почерпнуть несколько любопытных идей, и после премьеры точно никому не придет в голову подать на студию в суд. Так скрип к оригинальному фильму «Охота на жуков на форпосте 9» превратился в экранизацию романа Роберта Хайнлайна «Звездный десант». Именно в этот момент постановкой заинтересовался режиссер Пол Верховен, который только что пережил болезненный провал шоу «Герлз» и нуждался в каком-нибудь большом хите. Попробовав почитать книгу Хайнлайна, Верховен остался очень разочарован. Позже он расскажет, что роман был скучен, туп и доверху набит пропагандой милитаризма, что ему категорически не понравилось. Пообщавшись со сценаристом Эдвардом Наймайером, с которым они неплохо сработались на Робокопе, Верховен убедил автора сильно переработать имевшийся скрип, чтобы добавить в него иронии и избавиться от чрезмерного восхваления милитаризма. В романе против людей также воюет гуманоидный вид пришельцев, который находится в союзе с арахнидами. Сами арахниды тоже обладали передовыми технологиями. В сценарии же решили отказаться от гуманоидной расы из-за бюджетных ограничений и убрать высокотехнологичное оружие у жуков, ибо оно могло выглядеть слишком нелепо, после чего переработанный скрипт и ушел в работу. Большая часть съемок фильма прошла в студийных павильонах и в штате Вайоминг. Наибольшие проблемы у съемочной группы вызвали съемки в национальном парке Бэдландс. Очень многие граждане, работавшие над фильмом, получили солнечные удары. Воду на площадку приходилось доставлять рефрижераторами. Из-за невыносимой жары авторам даже пришлось изменить вид пехотинцев. Предполагалось, что актеры во всех сценах будут стандартной амуницией. Но из-за того, что кто-то постоянно от жары падал на площадке в обморок, для большей части сцен актерам разрешили заменить военную одежду обычными черными майками. Еще одна возникшая при съемках проблема никакого отношения к жаре не имела. Никто из актеров не хотел полностью оголиться для сцены в душе. Даже несмотря на то, что из павильона удалили всю съемочную группу, кроме режиссера и оператора. Когда актера все-таки удалось убедить раздеться, Верховину не понравилось, что все ведут себя слишком скованно. После вопроса режиссера, с чем это связано, ему поступило предложение самому побегать при такой толпе народа без трусов. На удивление Верховин не растерялся и полностью оголился. Вслед за ним, соответствующим образом, поступил оператор фильма Йост Вакана. После чего съемки продолжили и сцену сняли без каких-либо проблем. Позднее Пол Верховин рассказывал, что лента пострадала от вмешательств из ней еще на этом этапе производства. Им пришлось избавиться от уничтожения компьютерной коровы в кадре. Этой коровой они пытались обойти запреты общества по защите животных. Однако даже компьютерная корова вызывала у организации слишком сильное возмущение. Из-за этого пришлось использовать цензурирование, которое обошлось дешевле, ибо вместо CGI за надписью просто спрятали техника, которая разбрызгивала на стены красную жидкость. На тестовых просмотрах, которые студия провела после окончания съемок, у «Звездного десанта» все было в общем-то неплохо. Под ножницы попала лишь романтическая составляющая ленты. Любовную линию сильно сократили из-за того, что ее критиковали чаще всего остального. Из фильма вырезали эпизод с поцелуем между героями Денис Ричардс и Каспера Вандина, который произошел сразу после смерти Зендера Барклоу. Тестовая аудитория показала, что это перебор. Также из-за отрицательной реакции тестовой группы из картины вырезали несколько моментов, по которым было понятно, что героиня Денис Ричардс одинаково любит двух мужских персонажей. Тестовая аудитория, независимо от Пола, выразила сомнение в том, что такое возможно. Особенно всех раздражало то, что Ричардс умудрялась влюбиться в Зендера Барклоу так быстро. Еще несколько сцен пришлось сократить из-за рейтинговой комиссии, которая грозилась выдать «Звездному десанту» максимальный возрастной рейтинг. После небольших правок картине выдали желанный R. Эти эпизоды удалялись из театральной версии фильма в последний момент, так что в большинстве версий на DVD они уже присутствуют. Провал был неожиданным и очень болезненным для всех, ибо подобного фиаско никто не ожидал. Лента стартовала в американском прокате с первого места, но уже на второй уикенд очень быстро посыпалась. Теорий, по какой причине это произошло, много. Часть граждан, в том числе режиссер Пол Верховен, обвиняет во всем критиков, утверждая, что они создали неблагоприятный фонд своими уничижительными рецензиями. Самое забавно, что в этих рецензиях многие критики как раз таки ругали «Звездный десант» за пропаганду милитаризма и фашизма. Позже профессионалам пера и бумаги объяснили, что все немного иначе, и они подправили рецензии, из-за чего нынешние оценки «Звездного десанта» уже не такие ужасные, как во время его кинотеатрального проката. Каспер Ван Дин, сыгравший главную роль в фильме, основную вину возлагает на взрослый рейтинг фильма. Вроде того, что жуков как угодно можно было бы крошить и при подростковом рейтинге, и если бы лента попрощалась с прочими атрибутами взрослого рейтинга, то сборы были бы раза в два выше, и провала, возможно, удалось бы избежать. Еще один нюанс, о котором вспоминают, рассуждая о провале, это как раз Каспер Ван Дин и прочие актеры. Многие считают, что фильму была необходима большая звезда, которая продала бы картину массам. В 90-е известное лицо на обложке значило гораздо больше, чем сейчас. И если бы авторы взяли того же Киану Ривса, с которым на ранних этапах разработки студия общалась о роли, может быть все сложилось бы иначе. С актерами, кстати, идея именно Пола Верховена. Он хотел взять на роли малоизвестных и очень молодых ребят, чтобы они выглядели адекватно в своих ролях, исследовали книги и сценарии. «Звездный десант» обошелся в 105 миллионов долларов, без учета маркетинговых затрат. В кинотеатрах лента освоила всего 122 миллиона долларов. Для номинальной окупаемости фильму необходимы были как минимум 210 миллионов кассовых сборов, которые тоже не отбили бы рекламных затрат. Но все же предполагавшееся продолжение могло получить какие-нибудь шансы на производство. По только-только начинавшему свою карьеру Вандину, провал нанес сокрушительный удар. После «Звездного десанта» паренек смог кое-как пролезть на роль второго плана в фильм «Сонная лощина». А далее и вовсе утонул в фильмах категории «Б». В наши дни с такими сочными кадрами и возможностями рекламной поддержки «Звездный десант» мог собрать больше даже с никому неизвестными личностями в главных ролях. Жаль, что изменить уже ничего нельзя. Спасибо за внимание, подписывайтесь и оставайтесь на связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...